Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана, и сегодня мы с вами разговариваем про зеленые операции на винограднике. Подвязка, посынкование и работа с усами. Побеги сейчас очень активно растут и, конечно, нуждаются в подвязке в первую очередь. Почему это важно? Ну, во-первых, неподвязанные побеги могут повреждаться ветром, выламываться. Сейчас как раз прошел дождь и под тяжестью воды тоже они начинают отклоняться в стороны. Ну и, в принципе, например, вот такое их расположение не совсем удобно, поскольку оно будет мешать как минимум нам. И поэтому мы все это подвязываем. Я уже много раз показывала, что мы используем. Такие вот многоразовые штучки, крючочки из проволоки. Быстро, удобно, надежно, многоразово. То есть, да, один раз мы их навязали. Используем много-много лет. Конечно, я уже много раз говорила, для подвязки можно использовать все, что угодно. Можно использовать веревочки, можно использовать тепинер. Тут, как говорится, все зависит от вас, от вашего вкуса, возможностей и желания. Что еще мы можем сделать при помощи подвязки? Для чего еще она нужна? Смотрите, вот пример два побега, которые друг другу, в общем-то, мешают. Во-первых, они мешают нам, например, проходить, да, рядышком. Во-вторых, ну, вот это вот не совсем удобно. Тут они перекрещиваются, тут они друг друга затеняют. Там он еще сзади побег. При помощи подвязки мы можем их разъединить и красиво расположить на шпалере. Ну, вот смотрите, что у меня получилось. Потом они немножко подровняются, примут. То расположение, которое я им предложила, станут более ровными. И при этом ни они друг другу не мешают, ни мне они тоже не мешают. Также при помощи подвязки мы можем решить вопрос, когда у нас на шпалере в одном месте густо, в другом пусто. Мы можем некоторые побеги больше распределить в сторону свободную. Как, например, вот эти крайние. Здесь у меня свободно, я их больше отодвинула сюда. И таким образом вот там стало тоже свободно. А так, видите, направление роста побегов, оно шло вот туда. И получалось там такой пучок, можно сказать. Но здесь свободно. А так подвязка помогает нам распределить это все более свободно. И последний момент, касающийся подвязки. Смотрите, вот эти побеги, два, они вот так вот растут. Как хотят, так растут. Если у нас не получается сразу их прикрепить к проволоке, то есть не надо стараться это сделать вот прям сразу, потому что побег можно сломать. Тогда мы просто веревочкой подвязываем. Например, вот так временно побег привыкает находиться в таком состоянии. И потом уже дотягиваем его дальше до проволоки. И подвязываем, как обычно. И смотрите, при подвязке мы выбираем то место, которое нам удобно для этой самой подвязки. Вот этот побег, вот казалось бы, нам его надо подвязать вот так вот прямо. Но видите, как раз таки здесь и так густо. А так он растет, вот, под наклоном. И я его подвязываю вот сюда. Здесь как раз свободное для него место. Ну и для особо ленивых, что можно сделать? Смотрите, если места на шпалере хватает, и некоторые сорта, как, например, здесь, это, кстати, Аркадий, имеют такие вот прямостоячие побеги. В принципе, можно что делать? Вот я сейчас положила его на проволоку. А в следующий раз, на следующую проволоку, я запущу с другой стороны. Некоторые технические сорта так формируют. То есть их не подвязывают, а просто запускают вот так между проволоками. Не совсем не такое пойдет. Но, как бы, при недостатке времени можно попробовать. Дальше. Что мы делаем с усиками? И надо ли вообще с ними что-то делать? Можно делать, можно не делать. Мы же все усы общипываем. Почему? Усик – это такой орган растения, который предназначен для того, чтобы закручиваться и цепляться за какие-нибудь опоры. Если он опору не находит, он отсыхает. Но, как правило, он эту опору находит. Усиков у винограда достаточно много. И потом, если мы их не уберем, они будут закручиваться за проволоку. Они будут закручиваться за соседние побеги. Они будут закручиваться ровненько за то, что они найдут. И, казалось бы, вот, зачем еще с усиками работать, нечего нам больше делать. Может быть, и нечего. Но потом вот эти самые усики, которые закрутятся, они одревесневают. Пока что вот он травянистый, его очень легко взять и прищепить. Так, вот. Раз, все. Убрать усики на данном этапе очень и очень легко. Но потом они одревесневают. И, например, осенью нам снять виноград со шпалера будет гораздо сложнее. Потому что усики плотно закрепятся за проволоку, за другие побеги. И, соответственно, мы получим больше работы. Все равно мы сейчас ходим по винограднику. Мы его подвязываем. И прищепить усики не составляет никакой проблемы. И этим мы улегчаем себе жизнь в дальнейшем. Даже, смотрите, вот здесь такая не совсем полноценная гроздь. Часть ее усик, часть маленькая гроздочка. И вот она уже пытается зацепиться. Если я сейчас ее отцеплю, мне потом будет гораздо проще. Потому что снимать урожай с таких гроздей, допустим, если мы решим их оставить, не совсем удобно. Вот, смотрите, это усики с прошлого года остались. Ну, понятно, что где-то что-то можно упустить. Так вот, даже уже спустя такое время их оторвать очень-очень сложно. Поэтому оставляю усики. Но мы сами себе усложняем работу на будущее. Теперь поговорим о пасынках. На улице пасынки еще только-только начинают появляться. Смотрите, вообще что-то такое. Вот у нас лист. И вот из его пазухи вырастает новый побег. Это пасынок. В тепличке гораздо больше. Вот пасынок. Вот пасынок. Вот пасынок. Значит, что мы с ними делаем? Мы их прищипываем. Не выламываем вот так вот, а прищипываем. Более подробно про пасынки я сниму отдельное видео, поскольку там есть на самом деле много важных и интересных моментов. И более подробно я про них расскажу отдельно. Сейчас говорю так, что мы их просто прищипываем верхушечки, прищипываем точки роста. Еще смотрите, наш виноград в бутонах и в скором времени собирается зацвести. У вас может возникнуть вопрос, что сделаем с верхушками, надо ли их прищипывать. Вопрос спорный. Поговорим более подробно, более детально в видео про цветение винограда. Но скажу так, прищипывание верхушки в некоторых случаях на некоторых сортах может способствовать лучшему опылению. Но далеко не всегда и далеко не на всех. Поэтому все подряд прищипывать не надо. Если знаете, что сорт реагирует, да, это можно сделать. В ином случае можно поэкспериментировать на части побегов. Но все так делать точно не стоит. Ну а я с вами прощаюсь. Надеюсь, что видео вам было полезным. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под роликом нажав кнопку еще будет ссылка на каталог наших сортов и награды и мои контакты. До новых встреч!